Это было ровно 10 лет назад, ровно 10 лет назад, как раз в ноябре месяце, 21 числа, я вам показал того человека, который из меня сделал человека достаточно интересного, более-менее крутого, да и, наверное, нормального, потому что я был немножко другим. Перед тем, как прийти на телевидение, я был разгильдяем по самые кривые помидоры, а Валерий Юрьевич меня кое-чему научил, он научил меня работать, он научил меня действовать грамотно, он научил меня относиться к камере, к своей аппаратуре, к зенице своего именно ока. Да, именно поэтому у меня сейчас много того, что мне нужно, потому что я люблю камеры, они дают мне жизнь, они дают мне жизнь, они дают вам возможность обучаться, стремиться, смотреть на чужие ошибки, не допускать их, делать большее, лучшее, потому что мы с вами живем одной жизнью. Но, к сожалению, все работники телевидения рано или поздно умирают от рака. Я тоже. Десять лет назад и примерно более чем полгода мне нарисовали глиобластону. Я живу и только благодаря тому, что нужно было бы восемь лет отдать своему сыну. Я жил и сделал это для него, естественно. В десять лет, к сожалению, они от меня ушли. Это было плохо, но да ладно. Сегодня и сейчас. Сегодня и сейчас я говорю спасибо ему за то, что он появился. Спасибо ему за то, что я пришел к нему. Это был самый лучший человек из области телевидения в Урало-Сибирском регионе. Потому что круче него не было никого. Он работал в Магнитогорске. Потом они ушли вместе с Андреем Хиловским. И занялись они Магнитогорским корпоративным ЧГТРК. Там еще и был Анатолий Синельников. Я ему уже сегодня, ну в смысле в этом году. То есть у нас тринадцатые годы, они какие-то очень сложные. Очень сложные годы. Потому что, ну наверное такая жизнь у нас. Мы говорим, что мы живем где? Да мы живем в аду по сути событий. Сейчас мы немножко объясним ситуацию. Потому что я его не просто любил, был для меня безумным, качественным человеком. Мы с ним огромное количество времени общались, думали, делали. И однажды я ему сказал, Валерий, хочешь денежки заработать? Сделай, пожалуйста, крутой рекламный ролик. Он сделал крутой рекламный ролик. Сам его снял, я ему, естественно, помогал. Это было кафе, чуть-чуть за магазином «Орбита». Сегодня там уже пятерочка. Да-да-да-да-да. Это был крутой рекламный ролик, который он снял. Он сделал все изумительно. Он изумительно работал. И я сейчас стараюсь работать так же, как он. Ну, может быть, кое в чем уже и переплюнуло его. Может быть. Я же не знаю. Ему виднее. Рано или поздно мы с ним свидимся. Тут других вариантов быть не может. Другой вариант, как мы его лечили. Мы лечили от другого заболевания онкологии. Оказалось, что совсем другая штучка нарисовалась-то у него. И никто же не знал, и сколько мы денег потратили. Ей не помогли, потому что лечили мы его от рака поджелудочной железы. В ней не было рака поджелудочной железы. У него был рак кишечника, который свободно проверялся, используя проктологию. Ну, можно было не проктологу, можно было бы обыкновенного человека, который занимается онкологией. Он там пальчиком бы сразу все это дело посмотрел. Если бы все это дело посмотрели сразу же, как только все это дело у него началось, просто бы тут пообрезали, и он бы жил. Потому что это должно лечиться, как только мы увидим на первом уровне. Первый уровень практически все лечится. Да и четвертый уровень сейчас лечится, но тогда это дело не лечилось. Это было ровно 20 лет назад. 21 ноября 2003 года его не стало. И когда мне говорят, Леша, ты не веришь в Бога? Я говорю, я не буду верить в Бога. Я в Него верю, потому что Он существовал. Вы знаете, что случилось? Во-первых, Он не хотел уходить из жизни. А я, как бы сказать-то, я это дело вижу. То есть, когда на похороны прихожу, я вижу людей, которые хотели бы жить. Я вижу людей, которые устали, которые сказали, приехали. Я так своими вещами вижу. А после этого, после... Ну, чтобы вы, фу-фу, мы неверующие, заткнулись. Как у меня вся аппаратура взбрендилась. Вся, полностью, я не смог монтировать. Ничего не получалось. Просто ничего, все было нормально. Вы думаете, что его не было? Конечно же, он был. Он был лучшим человеком. Он хотел жить, понимаете. Я жить не сильно хочу, потому что они немножко другой структуры. Они работали... И, во-первых, это им дело нравилось. А то, чем я занимаюсь, мне не нравится. Потому что я работаю с бизнесменами. Было неплохо в 2007, 2008, 2009 году, когда бизнесменов было 5000 человек. Сегодня, сейчас всего 500. Они вернулись на круги свои. Им ничего нахрен не нужно. Они используют ТВИ, на те работают за копейки. Для того, чтобы людям еще что-то объяснить. Ой, это скольких трудов мне приходится. И вы думаете, меня не швыряют? Да, конечно, швыряют. Он не швырялся. Когда они были в программе ЮГ, в которой я принимал участие, Анатолий Владимирович и Валерий Юрьевич обращались к Алексею Юрьевичу, чтобы я тихонечко напинал Андрея Хиловского. Я его пинал, естественно. И тогда мы хоть что-то зарабатывали. Да, но такие вещи были. Но ничего страшного. Валерий Юрьевич, скоро, скоро. Не знаю, как скоро, как только Господь Бог скажет. Я верю в Господа Бога нашего. Потому что этого невозможно, если я это дело сам вижу. Вы думаете, что я вру? Я никогда не вру. У меня жизнь такая, понимаете. Когда мне говорят, почему ты поступил в КПРФ, а потому что я не успел в КПСС поступить. Я в 91-м году, в октябре месяц собирался туда поступать. Все были документы уже. И тут такая чеботуха наступила. Ой, кошмар. Но я-то еще помню Советский Союз. Я помню то удовольствие, та жизнь, которая была у нас до 1995 года, пока этого дебила не избрали, Горбачева. Вот он натворил по самые кривые помидоры. А зачем? Мы вернулись на круги свои. Ох, тварьи же были отдельные товарищи. Да, это было все плохо, естественно. Все плохо. Ну да ладно. Мы сжили, мы понимали. И самое забавное, сейчас небольшой нюанс. То есть, наверное, вы думаете, что я дебил. Ну да, упустим, я не дебил. Но я всегда хотел уже потом сделать крутую штучку. Я хотел собачить. На ту еще камеру у нас была такая Соника, которая была сделана из видео 8. То есть, ее под битаком сделали. Там размер матрицы был не 2,3, а 1,2. Надо было поставить к нему радиомикрофон. Микрофон был, но он был басяцкий. Не то, что вот сейчас. Сейчас у меня хороший Сенхейзер, 5-10. Я могу с вами беседовать, никаких проблем не возникает. А тогда это был Нади. Причем Нади был косячный, естественно. Мне это все красивое сделало. Он мне сказал, Леша, убери. Я говорю, почему, почему, почему. Такой убери. Я расплакался. Я хотел так сделать, понимаете. Вообще, надо понимать, что как бы, когда мужчина плачет, это тоже вещь интересная. Потому что мужчина так же страдает. Все мы страдаем. Но наше страдание к чему приводит? К тому, что мы рано или поздно понимаем, что бесконечности не существует. Она не существует в природе своей. Именно та бесконечность, которую нам говорят, что вы должны существовать долго. Поверьте мне, Господь Бог так нам и говорит. Житие здесь, это житие, в котором рядышком с вами ад. Он везде колбасит, везде все это дело косячит. А вы должны бороться. Если вы не будете бороться, не будете благословлять Господа Бога нашего, то прямая дорога-то не совсем туда, куда нужно. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди, для тех, кто не понимает, да воруйте, да обкрадывайте своих детей, свое население. Вы это дело хотите. Доживите этой маленькой жизнью. Она у вас рано или поздно закончится, а потом будет суд. Вы не верите. А когда будет суд, уж поверьте мне, вы будете в аду гореть, потому что вы не действуете по правилам, посланным вам самой древней книгой в истории человечества. Это Библия. Да, почитайте внимательно. Почитайте и поймите сами. Мы же будем говорить о том, что даже невзирая на то, что он ушел, потому что программа «Автостоп» появилась в 2001 году. Мы вместе ее делали. Да, 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 снимали ее вместе. Я его просил. Он мне помогал. Да, это было. Мы это делали вместе с ним. Потом он уже ушел. И как только он уже ушел, все мои передачи посвящаются только ему. Огромная тебе благодарность, Валерий Юрьевич. А это Бог. Господь Бог велик. И мы увидимся с тобой.